Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Пусть кто-то скажет, что я впал в детство или хуже того растворился в сети, но я все-таки расскажу про Zipeto. Тем более, что это в каком-то смысле отражает направление развития. Вино превращается в уксус, Мюнхаузен, Феофила. Zipeto, так правильнее, хотя мне больше нравится. Zipeto – одно из самых популярных приложений на данный момент в разделе «Социальные сети». В ноябре оно обогнало по количеству скачиваний в Google Play, Instagram и YouTube. Говорят, что о нем все говорят, но я не слышал до сегодняшнего дня о Zipeto ни разу. Возможно, эти все живут где-то не там, где я. Установив Zipeto, я понял, что живут они на другой планете. Или я. Регистрация на платформе нехитрая, и вам предлагают сфотографироваться, чтобы создать свой аватар. Мой аватар получился не очень качественным, я не понял, почему я вдруг лысый, но это можно исправить впоследствии. Правда, мужчин с длинными волосами тут нет. И это уже наблюдение из разряда социологии. В 70-е годы прошлого столетия, например, тут было бы 15 разных вариантов длинных волос. Ну и тут есть другие настройки вашего аватара, но это как у обычной RPG. Я, кстати, даже в RPG на этом никогда не зависал. Теперь имя, то есть ник, и персонаж готов. Надо бы его сразу приодеть. Даже учитывая, что установил Zipeto я исключительно для ознакомления, находиться в неглиже даже короткое время как-то неприлично. Вещи стоят денег. Правда, виртуальных? Но насколько я понял, реально и сюда тоже можно вливать. Я приоделся на 1350, и 650 у меня еще осталось на карманные расходы. Про деньги потом, а пока про то, почему это собственно социальная сеть. Здесь можно добавлять друзей. Значок в левом верхнем углу. Для того, чтобы добавить определенного человека, нужно знать его уникальный код. Мой код, как вы видите, 3, AGW и так далее. Но не добавляйте меня в Zipeto, я его, к сожалению, уже деинсталировал. Процесс добавления не очень удобный, но такова сэляви. Кстати, Алис получился достаточно похожий на себя. Все, теперь я фолловер и могу что-нибудь ей написать. Они предлагают написать что-то милое, и это логично. Сложно предположить, что пользователи здесь будут обсуждать, есть ли в стене у Сартра заимствование из Достоевского. Да. Вот такие вот очки еще можно прикупить. И предметы интерьера. Здесь информация о пользователе и скромные настройки. Это поиск пользователей, зепиторов или не знаю, как назвать. Судя по никам, большой популярностью зепито пользуется у японцев, что естественно. И главная фишка, ну, наверное, главная, закладка с изображением Пэкмана. Здесь вы можете зарабатывать деньги, проходя какие-то квесты и игры. Игра у меня, кстати, не загрузилась. Зепито в первую очередь ругают именно за то, что она часто виснет и рушится. И главное, что здесь есть, это возможность сфотографировать своего аватара. Либо в гордом одиночестве, либо с другими зепитянами, которые у вас друзьях. Где-то я читал, что именно после появления этой функции зепито и набрал свою популярность. Не знаю, возможно, это действительно забавно, не могу судить. Ну, вроде забавно. Можно вот на хромакее фотку сохранить, потом вырезать. Или сразу какой-то свой фон подложить. Ну, в общем, не знаю. Теоретически зепито хвалят за то, что они засунули в социальную сеть игровые техники. Но игр и квестов здесь пока мало, хотя я глубоко не копал. Может, если все будет развиваться, есть у этого потенциал. Но уж точно не в моем поколении, не в поколении моих детей. Дочка, например, имея 22 дня рождения за плечами, про зепито ничего не слышала. Не знаю, чем резюмировать. Отцы и дети Тургеневы. Проблема в том, что разрыв между поколениями стал значительно короче. Нынешние 20-летние уже не понимают 15-летних. Раньше между поколениями было лет 20. Все любите друг друга и не особо, Брюс, жрите по поводу молодых. Им расти, нам умоляться. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.